Друзья, в то время как в России вот уже второй день как открыты торги акциями и отмечается определенный, кстати, интерес не только со стороны Государственного фонда национального благосостояния, из которого выделены триллион на покупку различных бумаг российских имитентов, к более, конечно, мощному и более продолжительному ралли на Уолл-стрит, где инвестиции выглядят сегодня намного надежнее, присоединяются все новые и новые компании. После того, как мы отмечали успехи BigTech, собственно, Apple, которая еще недавно торговалась по 150, уже 175 торгуется, Amazon был еще недавно 2700, сейчас район 3300 уже за акцию и перспектива постепенного возврата на уровне 3700, 3800 обсуждается. Вот к этим компаниям после Tesla с успешным открытием завода Гигафабрики в Германии присоединяются, похоже, еще Nvidia и, возможно, также Intel. Связано это с заявлениями производителей чипов, которые выступили совместно с идеей о том, что производство чипов Nvidia будет также теперь размещено на предприятиях Intel. Это достаточно интересно, это действительно завело инвестиционное сообщество, завело таки прилично. Цена акции Nvidia подскочила на величину 9,8%, Intel в районе 7% пока за четверг, но Intel в последнее время и не пользовался особой популярностью в инвест-сообществе, поскольку им не удавалось реализовывать прежние объемы своей продукции, конкуренты выигрывали. Но вот, собственно говоря, в среду вечера Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia, проговорился инвесторам, что у его компании было бы интересно использовать промышленные мощности Intel для получения большего количества разработанных NVIDIA чипов, то есть для производства. После даже этих заявлений некоторые эксперты, надо сказать, в Soul Street все еще настроены сравнительно скептически или демонстрируют такое нарочитое равнодушное отношение, говоря о том, что Nvidia, мол, вряд ли станет рисковать своим конкурентным преимуществом, позволит конкуренту приблизиться к своему дичь, узнать некие секреты. Вот, например, Стэси Разгон, аналитик из Бернстайн, пишет о том, что я уверен, он заинтересован, конечно же, мистер Хуанг в том, чтобы иметь больше возможностей, ему ничего не стоит-то сказать, но еще неизвестно, как все будет выглядеть, когда они доберутся до некой хотя бы промежуточные реальные точки. Или компания Уэдбуш, записки для инвесторов, говорит о том, что она не видит большой вероятности, что Nvidia выберет производство таких эксклюзивных продуктов, чипов на мощностях своего самого влиятельного конкурента, выбор, который бы позволил Intel на достаточно раннем этапе взглянуть на будущий дизайн всех будущих чипов Nvidia. Однако, похоже, что Nvidia предусмотрела заранее все эти возможности. И на прямой вопрос, вот в ходе звонка, а будет ли смущать его работать с таким конкурентом, как Intel, Дженсен Хуанг, как зрелый, опытный, уже получивший, что называется, опыт весь ведения бизнеса с конкурентами в том числе, просто ответил, что вообще-то Intel, он наш секрет, все уже знают в течение многих лет. И Nvidia сотрудничает со многими компаниями за это время, включая и Intel, а доверие и сотрудничество с отраслевыми партнерами, это и есть ключ к успеху. Так что, похоже, что действительно производство будет. И экспонент Хуанг сказал, что Intel очень заинтересован также в том, чтобы мы использовали их мощности, или, как называют сам Intel, литейные цеха, то есть там, где отливают непосредственно чипы. И также он добавил, что само обсуждение, конечно, деталей производства может занять больше времени, поскольку, как минимум, здесь нужна интеграция в типочках поставок. Но в целом, в целом все сходится и с заявлениями с противоположной стороны. Еще в прошлом году, во-первых, Intel, который действительно не слишком преуспевал в расширении своего рынка сбыта, заявил, что готов диверсифицировать свой бизнес и начать производить чужие чипы, то есть чипы, разработанные другими компаниями. Собственно, именно они эту отрасль назвали The Foundry Business, то есть такой литейный цех, и объявили, что будет несколько многомиллиардных проектов, как в США, так и в Европе. Но очевидно, что сейчас Intel, собственно, и NVIDIA, с другой стороны, не хотят упускать эту прекрасную для них возможность расширить для NVIDIA масштабы своей глобальной экспансии, собственно, в связи с чем мы. Тренд резко ускорился растущий после коррекции, которая наблюдалась в последние месяцы. Собственно, NVIDIA акции уже подымались, и неплохо подымались, но не могли преодолеть некий рубеж. Вот сейчас они его, в принципе, преодолевают. Картинка, как бы, видна. В данный момент основной производитель – это Тайвань Семикондактор Manufacturing. Она производит большинство чипов NVIDIA. И в то же время видно, кто в этой паре, соответственно, NVIDIA и Intel задают музыку, кто заказывает её, задаёт тон. Он, поскольку, вот, собственно говоря, одновременно Хуанг из NVIDIA высказался, что вообще быть литейным цехом калибра Тайвань Семикондакторс – это такое, в общем, занятие не для слабонервных. Потребуется определённое изменение корпоративной культуры. Обеспечить надо будет не только процессы производственные, но и сервис. То есть, короче, к тому, что как бы Intel не пришлось в связи с этим несколько меняться. Но, тем не менее, следующий же комментарий буквально от Intel, он прокомментировал, что его компания буквально в восторге, в трепете, thrilled от интереса к использованию наших производственных возможностей. Конкретных сроков не называет, но Intel идёт постоянно на эту тему обсуждения с NVIDIA. Вот, ну, так сказать, мы, в принципе, все благосклонно настроены. Вот, любопытно также, что это всё произошло буквально считанные часы после того, как телеведущий, также ведущий программы, известный Squacked on the Street, как бы такое кудахтание на полу Уолл-стрит, имеется в виду, в биржевом полу, штаб-квартира этой программы находилась в прямой эфир, собственно, Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот Джим Крамер, ведущий, он призвал инвесторов в среду вечером, ещё до этих заявлений, добавлять акции NVIDIA в свои инвестпортфели, просто хотя бы наблюдая за шансами, ища шансы выкупать любые снижения, любые падения, которые происходят. Я думаю, сказал Джим Крамер, что будущее принадлежит NVIDIA, вот почему я всё ещё люблю эти акции, в долгосрочной перспективе, и рассматриваю любую их слабость, как шанс постепенно покупать больше, докупать, соответственно, при любых моментах снижения. Это он сказал в своей программе Mad Money на CNBC «Безумные деньги в среду». Ну и похоже, что действительно Джим Крамер, он, наверное, прав сейчас во многих аспектах своего прогноза, возможно, за исключением того нюанса, что вот если посмотреть на картинку, то техническая модель сейчас на NVIDIA напоминает больше двойное, или если хотите, тройное дно, что на дневных, что на недельных графиках для NVIDIA. И вряд ли такая конструкция подразумевает какие-либо вышелки из Шанса на заметное снижение котировок уже ниже линии прорыва, которую здесь хорошо видно. Субтитры создавал DimaTorzok